Доброго всем! В ремонт поступила головка блока цилиндров BMW 5 серии. Мы были очень удивлены, когда открыли посылку, переданную нам мотористами из ТО из другого города. Напрочь убила обилие солидола. Как я понял со слов моториста, в двигателе практически масла не оказалось. Как этот автомобиль вообще двигался, непонятно. Солидол покрывал, как одеяло, все детали головки. Бугелей вообще видно не было. В коллекторах налет толщиной миллиметров 5 по стенкам. Как можно так относиться к своему авто, непонятно. Чтобы ее отдравить, пришлось постараться. Сперва все это вычищали обычными бумажными полотенцами, затем взбивали струю Керхера, потом мыли в моечной машине с применением спецхим средств. В итоге получилось вот что. Теперь уже можно приступать и к ремонту головки. Судя по всему, в такой головке нужно ожидать и других сюрпризов. И, конечно, такой сюрприз нам преподнесла опрессовка. Головка задула и задула между седлами клапанов. Трещина шла на форк-камеру. Сварщик Андрей приступил к разделке и заварке бедолаги. ВМВ дизельная, 6-цилиндровая. Трещина с форк-камеры на седлах. Вырезали трещину с форк-камер. Вырезали термокомпенсационные вставки. Вот покажи сюда на любой седле. Потому как трещины будут здесь, она потянет. Вот, все повырезали, подготовили, сейчас варим. Очень часто оставляют комментарии под видео к заварке головок, что такие головки ходить не будут. Типа ли плавали, варили, знаем. Поверьте, варим эти головки уже практически 20 лет. Было всякое, но один вывод можем сделать однозначно. Если правильно подойти к заварке, точнее даже не к заварке, а к процессу подготовки под заварку, то такая головка пройдет у нас не хуже новой. Вся беда в руках сварного. Без обид кто варит. И говорят об этом те, у кого есть неудачный опыт с такими сварщиками. У нас варят и делают головки все крупные и не очень перевозчики страны. До пандемии приезжали клиенты из пограничных областей России. Со многими предприятиями мы дружим уже более 10-15 лет. И на каждую головку ставим клеймо. И знаем, сколько та или иная головка прошла. Поэтому мы понимаем смысл в такой работе. И если эти предприятия к нам возят уже добрый десяток лет головки на заварку и ремонт, то значит это того стоит. Я думаю, в логике не откажешь. А все вы, кто оставляет подобные комментарии, почему-то рассуждаете голословно, забывая, что у нас многолетний опыт. Ребята, учитесь и вы станете не хуже. И даже лучше нас это делать. Ссылки на видео по правильной заварке мы традиционно оставим в комментариях. Переходите, смотрите. По окончании сварки обязательно убедимся в целостности головки. То есть вновь опрессуем. Зачем нужна и в каких случаях производят процедуру опрессовки, смотрите в видео по ссылке, которую также оставим в комментариях. Затем токарь координатно-расточного станка рассверлил отверстия под новые сёдла и фор-камеры. Ну а дальше были выполнены традиционные работы. Изготовление новых сёдлов, их запрессовка, запрессовка фор-камеры, нарезка фасок на сёдлах, шлифовка, притирка клапанов, вывод в зону срабатывания и сборка. Конечно же шлифовка поверхности. Вот и итог нашей работы. А на этом всё. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Обязательно ответим. И без аварийных вам поездок. Продолжение следует... Продолжение следует...